против Словакии, Теляпов, ЦСКА, но все равно Акинфеев это, не потому что я за ЦСКА болею, но ты тоже это признаешь, что Акинфеев, ну круче, чем Акинфеев, нет. Небольшая интеллектуальная разминка. Давай. Играем футболистов и называем на последнюю букву. Джики. Мне на я, да? Я Квинта. Аквилани. Икарди. Ибрагимович. Че, 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 на че же стопудово есть. Да, Чичирита. О, Адонкор. Р, Ребров. Человек назвал футболиста и своей любимой команды. Вот настоящий пример. Из Мексики, да. Как можно импровизировать, шутить и шарить прекрасно в футболе. У нас в гостях на Спорт24 в рубрике «24 вопроса». Актер шоу импровизации Дмитрий Позов. Дим, привет. Почему Спартак? В общем-то, когда я начал смотреть футбол, я честно скажу, я начал смотреть футбол со сборных. Был чемпионат Европы 96. И я решил смотреть. А, опять я, да. Я начал смотреть. Соответственно, мне это все стало довольно интересно. А потом начал постепенно вникать. Собственно, попытался понять, за кого надо вообще болеть, что происходит, какие есть команды. И тут дед говорит, ну вот Спартак, я всю жизнь болею за Спартак. Я говорю, ну круто, что за Спартак. Ну, а это же времена Романцева, стеночки, забегания, мелкий перепасик. Какой там Зенит, какой там ЦСКА, какой там… Локомотив. Да, Локомотив и сейчас какой там Локомотив. Первый футбольный матч, который ты посетил. Я в 10 классе, когда хотел уже поступать в Институт Воронеж, я приехал, у меня там училась сестра, я приехал в гости, ну, посмотреть, что еще за Воронеж. И там Факел на тот момент играл в высшем дивизионе. Тогда, наверное, это был высший дивизион. Он играл с Аланией. И я чисто случайно узнал, что вот можно посетить игру. И я сходил на футбол. Это был первый матч, который я увидел вживую. В Воронеже очень крутая всегда была посещаемость футбольных матчей. Даже там в первом дивизионе, я уж молчу там про высший. То есть это полный стадион, там почти 30 тысяч болельщиков. Все болеют за Факел. Факел в зоне вылета. Но это было круто. В Европе был на футболе? Конечно. Какой матч? Рома против Кальери. Вообще шляпа полная. Если вы будете вдруг в Риме и захотите пойти на футбол, никогда этого не делайте. Это пустая трата времени, денег и разочарование высшей степени. Сидит вот так. Я прям даже отложу, чтобы на время показать. Огромный стадион, который заполнен в лучшем случае на треть. Он очень старый, очень нефутбольный. Ты где-то далеко от поля. И весь этот стадион. Понятно, что даже вот эта треть болельщиков частично туристы, частично какие-то там, не знаю, ну типа фаны Ромы, которые вот так вот сидят. О! О! Я тебе приготовил погоны вот такого вот. Давай, 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 давай. Кто я там сегодня? Ну, кто? Младший лейтенант? Ну, короче, ты туз. Самый запоминающийся матч, который ты посетил здесь в России? Наверняка это Спартак. Нет. Нет? Нет. Это не может быть Спартак, потому что здесь в России был чемпионат мира по футболу. И с этим не может сравниться ничего. Я сразу могу сказать, что атмосфера на матчах Спартака круче, чем даже на чемпионате мира. Потому что это какие-то перформансы. Ты так говоришь, потому что за него болеешь. Не-не-не, на Зените тоже круто. Прям круто. Я вот был в Питере на матче Зенит-Спартак. Все круто. Это перформансы, это фанаты. У клубов всегда более яркие фанаты, нежели у сборных. Но матчи сборных – это своя атмосфера. Это фестиваль. Это люди со всего мира. Это нарядные какие-то болельщики. Первая игра, которую я увидел здесь на чемпионате мира, это была сразу матч Испания-Португалия в Сочи. И ты вот сидя в Сочи, вот ты шел по набережной, по которой ты ходил много раз за свою жизнь в Сочи, где продают шашлыки, кукурузу, кепки капитана и так далее. И вот ты с этой набережной, грубо говоря, свернул куда-то. И вот он стадион, на который выходит играть Криштиану Роналду с Португалией. И забивает трешку. И больше не играет на чемпионате мира. Они играют 3-3, и ты понимаешь, что это все происходит в России. Это все происходит в двух метрах от ресторана, где ты только что ел шашлык. Ты болельщик Спартака. Можешь ли ты сейчас дать мне, болельщику ЦСКА по щам? Ты болельщик ЦСКА? А что ты не сказал, когда эти погоны вешал? Было бы все гораздо интереснее. Нет, конечно. Но я мирный болельщик. То есть я, смотри, я сокрушаюсь со всеми, когда проигрывает Спартак. Я радуюсь со всеми, когда Спартак выигрывает. Но я максимально мирный в этом плане человек. Но недавно я пришел на матч Динамо-Спартак. Вообще не стесняюсь сказать, что болельщики и Динамо, и Спартака вели себя как говно какое-то. Потому что из 10 кричалок, которые они кричали, 9 было матерное, какого-то содержания, что мы вас отымеем и так далее. Сидит там, сидят куча детей, которых надо водить на футбол, они должны видеть, кайфовать, они должны хотеть этим заниматься. Не важно, там, сын, дочь и так далее. Почему я должен на футболе объяснять своему ребенку, что они сейчас кричат? Это вообще не круто, это не прикольно. Федуко, он тоже известный болельщик Спартак, ты наверняка об этом знаешь. Он записывает видос, орет всем известную кричалку. Я просто пытаюсь понять тебя, ты больше болельщик или ты просто фанат? Вот, например, ситуация. Мы же сейчас обитаем на Ютубе, и ты проходишь, условно, в какое-нибудь шоу. И тебя просят или симпровизировать эту кричалку, или проорать другую матерную кричалку, которая будет оскорблять чувства других клубов. Все-таки, когда ты это делаешь где-то на шоу, или как некое задание какой-то игры, это одно. Другое дело, как это ты делаешь просто так в жизни. Я за то, что когда ты болеешь, ты должен прежде всего болеть за свою команду, а уже потом обсирать другую. Но нет в этом смысла. Я буду вот так вот кричать за Спартак, и мне не обязательно для этого унижать, ну, например, ЦСКА. Если в матче там Спартака и ЦСКА кто-то там, ну, Спартак победил, я тоже буду радоваться и говорить «ахахах», «ЦСКА обосрались» и так далее. Напомни, Козырь. Я тоже забыл «Черва». Тогда вот так. А ты смотрел шоу, которое делает «Зенит» Z+. Ну, к сожалению, пришлось. Ну, вот что ты скажешь по этому поводу вообще? Как тебе этот формат? И может ли он существовать в Ютубе на той платформе, где мы сейчас вот и обитаем как раз? Ну, я смотри, я считаю, что весь российский спорт, к сожалению, очень далек от такого понятия, как развлечение и шоу. Вот красава на Ютубе, Жека Савин, делает крутейшую штуку. Я просто вижу, как моя жена периодически смотрит его видосы. Она футбол, ну, из серии вот знает, в принципе, ходит со мной там иногда на игры и так далее. Она не увлекается футболом, как я или ты. Но ей интересно посмотреть там видос про Черышева, видос про Академию Краснодара, какой-то там видос скандальный про какую-нибудь там загнивающую российскую академию футбольную и так далее. Потому что он дает развлекательный контент. Поэтому я обеими руками за то, чтобы вокруг спорта происходило какое-то развлечение. Но Z+, мне просто кажется, что это, ну, такой, знаешь, частный, не очень удачный пример того, как не получилось. Вот и все. Смог бы ты ругаться матом в шоу за хорошие бабки? Да дело не в бабках, абсолютно. Ну, то есть, смотри, если я считаю, что это где-то неуместно и неправильно, то, конечно же, нет. Если я вижу, что в данный момент это может быть, то я это сделаю даже бесплатно. Но я против того, что сейчас многие там, я их называю, комики новой школы, они как рэперы новой школы, просто выходят и разговаривают матом. Просто разговаривают матом, как во дворе. Мне кажется, что любой человек, который по ту сторону экрана зрительного зала там и так далее, он должен быть чуть-чуть, чуть-чуть умнее, лучше, прикольнее. И он должен уметь выражаться и строить что-то иначе там. Ты рассказывай, рассказывай. Я-то расскажу, ты давай походи. Ты мне подмастил. Вот теперь я расскажу. Очень мало развлечения. Пытался что-то... Тебе подсказывали. У тебя были съемки с Георгием Черданцевым. Да, да. Это тот человек, который на Матч ТВ просто давит своих собеседников, комментаторов и порой не дает им сказать ни слова. Ты испытывал это давление, когда у вас были совместные съемки? Ты должен понимать, что когда Черданцев сидит в студии, как ты говоришь, ну я с этим не до конца согласен, что он там кого-то давит и так далее, но он все-таки на своей территории, он управляет передачей. Это передача, которую делает он. Черданцев, когда пришел на передачу, он абсолютно спокойно отреагировал на то, что ведь по сути всю передачу я над ним стебусь. Когда я его побеждаю, когда говорю про футбол и так далее. Но при этом он настолько адекватно на это все отреагировал, что и я кайфанул, и я надеюсь, что он кайфанул. Окей, у вас за кулисья, вспомни вот этот вот бэкстейдж. О чем вы разговаривали, что он тебе рассказывал, или ты ему что говорил? Он сказал, что с радостью бы пригласил нас к себе на передачу, пока не складывается в силу разных причин. Рассказал там, ну спросил, действительно ли я там шарю в футболе. Ему сказали, что вот там чувак, который понимает, о чем идет речь. Это же была передача, но как бы там в честь чемпионата мира по футболу. Он спросил, за кого болею, смотрю ли действительно футбол или так, или там по чуть-чуть. Как тебе артистизм Конора? Как спортсмен, он средний, ну это очевидно, то есть он там достиг какого-то уровня чемпионства, и после этого только и делает, что проигрывает, и вокруг себя создает шумиху. Великий спортсмен там, это Месси или там Криштиану Роналду, который прежде всего спортсмен, а уже потом, возможно, создает вокруг себя шумиху. Конор гениальный абсолютно шоумен, артист. Чему бы ты у Конора научился? Умению делать все вот без тормозов. Знаешь, в каком плане, не в том, что он там где-то перегибает палку и так далее, но он ничего не стремается. Вот он хочет, не знаю, там, выйти в каком-то очень экстравагантном костюме, ему по барабану что про это подумают, скажут там и так далее. Вот я, к сожалению, вообще так неужели. Достойно аплодисментов. Ну, абсолютно, да, абсолютно. Тебя приглашают вести красно-белый корпоратив. Там футболисты Спартака, Леонид Федун. Какие конкурсы ты проведешь? Я его сейчас буду придумывать на ходу, играя. Смотри, во-первых, в нем бы был приз Педро Роша. Поэтому мой бы конкурс был вот каким-то, знаешь, очень тупым, очень. Ну, то есть, вплоть до того, там, не знаю, карандаш в бутылку попасть. А призом бы был Педро Роша, чтобы кто-то его выиграл и думал бы, что делать с человеком, у которого огромная зарплата, он стоит 12 миллионов евро и сыграл 5 матчей. С тобой разговариваем после дерби, которое мы проиграли дома. Не при тебе будет сказано 2-0. Вот ты болеешь за Спартак? Да. Ну, мне приятно с тобой общаться. Не, мне тоже с тобой приятно общаться. Мне без радости, что ты болеешь за Спартак. Ну, мне было бы приятнее, если бы мы вас выиграли 2-0. Я перечитывал твои посты. Спасибо тебе. И, во-первых, это единственный Телеграм-канал, на который я подписан. Серьезно? Это я активный юзер Телеграма. Слушай, ну... Во-вторых, то, что ты пишешь, это вызывает большие эмоции и даже порой мурашки. А что ты там? А ты про футбол там считаешь? Про футбол, да. И третье, спасибо тебе за то, что ты вернул меня в то лето, где я оказался на Никольской, в окружении колумбийцев и мексиканцев. Это тебе респект. Слушай, спасибо тебе. Мне приятно, потому что я это делаю просто так. Ну, то есть, я понимаю, что там не будет миллиона подписчиков и так далее. И мне приятно, вот когда я вижу, ну, реального человека, который это читает. Ты блогер? Я так не могу сказать. Почему? Я делаю слишком много ошибок для блогера. Какие ошибки? Ну, мне кажется, что если ты блогер, ты развиваешь свою, вот, какую-то историю там, да, иначе. Ты, может быть... Ну, я сейчас не хочу ни в коем случае ничего плохого сказать про блогеров. Возможно, все, что они делают, они в это искренне верят, любят и считают, что это круто. Но мне почему-то со стороны иногда кажется, что они многое делают ради просто того, чтобы, там, не знаю, были подписчики и так далее. С таким подходом у тебя не возникает мысли, что народ скажет, ну, он пишет херню, мне неинтересно. Тогда зачем ты это делаешь, если у тебя нету какой-то определенной конечной цели? У меня есть цель. Какая она? Вот доносить какую-то мысль до людей, которым это интересно, которым это нравится. Если их будет много, я, конечно, буду счастлив. Твои посты. Матом ты ругаешься редко, но метко, но при этом у тебя очень много аналогий с дерьмом, с просером. Этот обосрался, тот обосрался. Зачем? Это же эмоция. Я стараюсь... Ну, не туалетный же вот такой вот, знаешь? Нет, смотри, я стараюсь писать так, как... Это не юморок. То есть... Но зачем ты туалетный лексикон, объясни мне? Ну, потому что вот смотри, я стараюсь писать о том, что меня волнует. Ну, вот проиграл, Спартак мой любимый. Спартак обосрался, ты пишешь. Да, Спартак обосрался, потому что... Ну, вот ты же понимаешь разницу между двумя этими фразами? Спартак проиграл, Спартак обосрался. Да. Ну, вот... Оценочность есть какая-то. Да, раз ты это понимаешь, эту разницу, вот для этого я это и пишу. Чтобы такой читатель, как ты, понимал мою эмоцию в этот момент. Потому что проиграть можно по-разному. А можно обосраться. А можно прям... Я когда читаю телеграм-канал Дмитрия Позова, я убеждаю в том, что он немножко скептик, потому что Спартак играет дерьмово, Дудь взял херовое интервью, ты пишешь там, ну, я сейчас не буду говорить политические имена, ты осуждаешь того или иного политика, при этом ты восторгаешься Уткиным и больше для тебя там комментаторов и журналистов не существует. Ну нет, подожди, подожди, нет, ты позиционируешься как такого, знаешь, оппозиционера или человека, который против толпы, потому что это сейчас модно или как? Объясни мне свою позицию. Вот я, например, там, ну грубо говоря, приезжаю куда-то в какой-то город и вижу, что есть, вот я писал например, что Тюмень крутейший город, мне очень понравилась Тюмень, мне очень нравится Владивосток, мне очень нравится там, например, Казани, Нижний Новгород, я про них всегда пишу в комплементарном тоне, хотя там проблем выше крыши, но если я приезжаю в Саратов, который выглядит как дерьмище, я пишу, что Саратов выглядит как дерьмище. Когда я ездил по городам Чемпионата мира по футболу, там тоже было плохое, я об этом писал, но в целом я писал, как это круто, хотя, ну, ты говоришь, что я скептик, ну, что было круто, потому что реально, когда за**ть, тогда е**ть, вот и все. Ты написал, что интервью Познер с Черчесовым просто ад, ребята, не смотрите. Дичай, ты меня позвал в гости? Да. И вдруг говоришь, а вот у тебя ютуб-канал, я говорю, у меня нет ютуб-канала. У нас я плохо подготовился к интервью, у нас я плохой журналист и интервьюер. Тебе либо пофигу на меня, ну, зачем-то ты меня позвал, или, допустим, ты пытаешься что-то спросить про юмор, и я понимаю, что ты вообще не шаришь. Ну, так и есть вообще. Ты работаешь на ютуб-канале, не самом крупном, а Познер работает на первом канале. Познеру достаточно, скорее всего, зайти в свой телефонный справочник и найти человека, который шарит в футболе. Мой ход, мой ход, не торопись, не спеши. И спросить у него, слушай, я вот зову Черчесова и хочу задать вот такие вопросы. Это вообще уместно? И любой человек, даже ты и я, даже на нашем уровне познания о футболе, мы скажем, слушай, ну это полный бред. У какого спортсмена ты хочешь взять интервью? Слушай, да нет, ну давай, что, блин, мы откровенные люди. Ну все, я уже пришел к тебе, я бы поговорил с Глушаковым. Мне просто интересно, знаешь, ну мне же интересно еще понимать людей, я все-таки комик, я там пытаюсь шутить, основываясь на каких-то людских привычках, повадках, характерах и так далее. Мне вообще интересно понять, ну то есть вот когда человек что-то говорит или делает, чем он вообще руководствуется? У него же есть какая-то своя правда, правильно? То есть я вот сейчас, смотрите, ни в коем случае не осуждаю Глушакова. Как можно вообще осуждать за какие-то семейные дела, мы в них не шарим. Ну мы правда не знаем. То, как он разговаривает в сообщениях, это, конечно, ну полный п***. Но в целом мы не знаем, что там происходит. Пика, да? Мне просто интересно послушать его правду. Ведь никто не справ... Все боятся спросить. Ну типа вот, а он что думает? Как он это позиционирует? Мы заговорили про него, я сразу проиграл. На какого спортсмена ты напишешь дисс? Знаешь, и был такой момент, когда я вот разговаривал с футболистом, он играл за сборную России на Евро-2016, когда мы там очень плохо выступили. И я ему говорю, слушай, он говорит, вот он меня спросил неожиданно. Он говорит, слушай, ну ты прям вот там видосы мы делали с Антохой, он говорит, ты прям жестко так типа нас вот, мы типа проиграли и ты прям жестко типа нас там задисил. Задисил, да, в этом видосе. Я говорю, слушай, ну а как так? Ну говорю, ну прикинь, мы болеем, мы типа там переживаем, мы там, ну вот, и вы выходите там на игру с Уэльцем, не знаю, там проигрываете 0-3. Или там горите Словакии там 2-1. То есть очень легко там обсирать и что-то говорить, когда ты далеко, когда ты по ту сторону. А вдруг ты сидишь с человеком, который говорит, слушай, а мы реально старались. По сравнению с тем, что было там в 2014-м, когда был капелла, это вообще было небо и земля, мы просто ехали там с огромным позитивом на этот чемпионат Европы за тренера, готовы были там лечь на поле. Мы очень хотели, ну проиграли 3-0, потому что невозможно там догнать Бэйла и так далее. Кто это? Это Юра Ладыгин. Где вы с ним пересеклись? Слушай, он кайфанул от нашей передачи и приложил легкое усилие, чтобы с нами подружиться, а мы, естественно, только ЗАГ. Многие там говорят, ага, сидит в Зените на лавке, типа ему пофиг, там зарабатывает кучу бабла. Я вот лично знаю Юру и знаю, как он сильно переживает по этому поводу. Не по поводу того, что говорят, а по поводу того, что он не играет в футбол. Нет такого, что он бы сидел, я допускаю, что таких футболистов полно, абсолютно. Но нет такого, что он сидит, а мне платят бабло, типа в Зените, ну платят, естественно, хорошо, я не знаю суммы, но мы можем догадаться, что бывшему вратарю сборной России в Зените платят хорошо. Но он там жестко переживает, что он не играет в основе, он хочет играть в футбол. А что он говорит о своих ляпах? Слушай, ну это же все психология, ну то есть, ну там иногда не доверяет тренер, и ты выходишь на поле, вот смысл, что вот, вот, блин, это как у нас, вот мы выходим и импровизируем, мы не можем написать шутки заранее. У нас тоже есть продюсер, который наш тренер, он нас тренирует. Вот я за себя могу сказать, во-первых, все разные, кого-то надо хвалить, кого-то надо ругать, кого-то надо там палкой пинать, заставлять работать, а кому-то нужна другого рода мотивация. А это футбол, сидит 80 тысяч болельщиков, против тебя соперник, против нас нет никого. Мы просто сами с собой играем. А там еще есть соперник, который может быть сильнее тебя, ты можешь настроиться, что-то там все обдумать, все запланировать, выйдет Бэйл и просто тебе убежит. А ты Смольников. Тренер, это лучшее футбольное кинцо, которое ты смотрел? Нет, конечно. Я считаю, что нет хорошего футбольного кинца. Ну ты прям, извините, меня так облизал этот фильм, тебе там все прям понравилось. Это не правда. Ты называешь Козловского там правительством, то, что он предугадал там. Да, это кайф. Слушай, ну это просто... Сценарий чемпионата Мируса, ну это пальцем в небо, но это же просто фантастика. Ну ты прикинь? Ну это прикольно. Ну то есть ты знаешь, что вот я этот фильм смотрю уже после того, как там, не знаю, Федор Смолов там промахивается, решающий пенальти. Паненг. И да, и после новости, что он там на своей крутой тачке в Краснодаре там попадает в аварию, и я смотрю фильм и понимаю, что как это... В этом есть драма. Это круто, да. Но при этом в фильме огромное количество, конечно, косяков, которые непонятно откуда взялись. Вдруг он начинает снова играть, но это же просто какой-то, знаешь, я вот так сидел, то есть, пожалуйста, нет, пожалуйста. Перед этим фильмом он, наверное, во-первых, что-то шарит в футболе, как болельщик. Ну чуть меньше, чем мы с тобой вместе взяты. Да, но он ездил в футбольную команду на достаточно длительный срок, жил с ней, смотрел, как происходит вообще изнутри футбольный процесс. Ты сейчас про Романа Абрамовича и Челси? Абсолютно нет. А про кого? Это российский клуб. Краснодар. ФК Тамбов. ФК Тамбов – это крутейший вообще проект футбольный в России. Я знаю изнутри просто эту историю. Мы очень сильно подружились с руководством ФК Тамбов. Я знаю, как там подходят к этому всему, как мечтают, чтобы команда была в премьер-лиге, и как иначе строят даже бизнес-модель футбольную. А тебе не рассказывали, как ФК Тамбов, возможно, участвовал в договорных матчей, что они также представители этого клуба заносили деньги, как в фильме «Тренер», раз уж у нас такие аналогии вышли. Так смотри, ну ты возьмешь любой клуб первого дивизиона, ну ФНЛ, и про любой клуб первого дивизиона так говорят. Факел всегда там первый круг часто заканчивал там в зоне стыков, а второй круг заканчивал на 12-13 месте, когда ты и не вылетаешь, и все. И все говорили, что второй круг, команда просто зарабатывает деньги. У нас есть традиция, в конце каждой программы мы разыгрываем приз от нашего гостя, это автограф. Ну чтобы зритель получил автограф, ты должен задать ему вопрос, что ты у них спросишь. Ты спрашивал, какой футбольный матч я посетил вообще в России впервые, вот первый футбольный матч, на котором я был. Но ведь был еще первый футбольный матч Спартака, на котором я был. Слова-подсказки, это была не домашняя игра, это была кубковая игра, и надо помнить, что на тот момент я жил в Воронеже, соответственно, эта игра должна была быть где-то недалеко от Воронежа. В Воронежской области? Нет, не обязательно. В Воронежской области невозможно играть в футбол, но есть города вокруг Воронежа, их много. Ну хотя бы одного футболиста, который играл в тот период, чтобы было... А, тренером был Невиус Калат, отлично, все. А играл Оленичев, все. И погребняк. Ребята, у вас есть вопрос, думайте, пишите, а до этого лайк, подписка, сами все прекрасно знаете, рубрика 24 вопроса на спорт 24. Дмитрий Позов, актер шоу-импровизации на ТНТ, меня зовут Анар Абрагимов, всем пока, удачи. Смотрите спорт, любите футбол и болейте за свою любимую команду. За «Спартак». За «ССК». Спасибо. Спасибо большое. Ну давай, ходи. Как тебе в целом понравилась атмосфера, обстановка? Слушай, да прикольно. Я, ну, не знаю, там, как у вас с просмотрами, но мне очень нравится, что вы делаете, ну, нишевую такую историю, что вот вы про спорт, там, зовете людей, общаетесь, там, и при этом, ну, знаешь, там, ну, интересно поболтать же все равно. Потому что, ну, мне понравилось, что ты когда про телегу заговорил, что ты, как бы, вот, ну, не просто задал вопрос, знаешь, нахер ты ведешь телегу, как везде бы задали. Но я имею в виду не нахер, а просто, типа, ты ведешь телегу, а вот зачем? А прям ты почитал ее, что-то вник, сказал, что я там где-то неправ, это очень круто. Ну, то есть, когда в этом появляется отношение, сразу появляется смысл этого всего. Что там, ты не просто вот задаешь, там, лишь бы спросить, а, типа, я вот не согласен, это круто, конечно.